привет друзья сегодня у нас валяние валяние по мокрому но на самом деле называется техника мокрое валяние и мы с вами будем делать украшение из шерстки на стол главное постелите клееночку но у меня вот такая пленочка из икеи это подложка в ящике и укладут и кей продается она покрыта таким пупырышками очень удобно на ней валять все валильщицы используют ее для своих произведений но можно взять пузырчатую пленку или просто какую-нибудь чтобы стол не мочить и первым слоем я выложила вискозу совершенно неаккуратно некрасиво рваными кусочками это неважно ее надо немного сбрызнуть водичкой и дальше укладываем шерсть и мы уже умеем пасмочки вытягивать и вот так вытягиваем и раскладываем в одну сторону и потом в другую сторону чтобы у нас получился небольшой прямоугольник размер этого прямоугольника зависит от того сколько вы хотите сделать деталей своего украшения потом вискозу я все время сбрызгиваю водичкой чтобы она прилипала и потом нам понадобится еще раствор мыльной воды в тазике и мочалочка такая знаете который хорошо пену образуют я этой мочалочкой вспениваю мыльную водичку и потом наношу этот раствор прям поливаем этот слой шерсти свискозы потом накрываю пленочкой и нажимаю разглаживаю так чтобы у меня все волокна промокли немножко притираю но не сильно чтобы у нас слои скрепились между собой и потом начинаю скручивать такую колбаску она еще такая мягкая расползается в пальцах вы старайтесь придавать ей форму колбаски по мере возможности но не слишком долго вот это делайте потому что у нас еще вот другие слои чтобы поверхность не завалялась у нас и вот мы делаем следующий слой и здесь уже на вашу фантазию полагайтесь это сейчас набор цветов тот который выбрала я вы можете выбрать совершенно свой какой-то набор красок и тогда у вас получится украшение для вашей одежды для вашей идеи какой-то который вы хотите воплотить но кто хочет повторить мой мастер-класс то пожалуйста вот у меня серединка белая с блестящей вискозы потом у меня идет слой голубой опять я выкладываю прямоугольничек примерно такого же размера и смачиваю его мыльным раствором прям пенку туда выжимаю вот так вот с водичкой такой но не слишком прямо чтобы было мокро чтобы не текло если у вас потекло ну взяли и вытерли вокруг полотенчиком вот получается такой блинчик сверху кладем нашу предыдущую колбаску и заворачиваем ее в новый слой шерсти немножко поджимаем так чтобы плотненько и вот так начинаем ее раскатывать но опять не слишком сильно немножко ее чтобы свои скрепились друг с другом откладываем в сторону колбаску вытираем руки насухо каждый раз мокрыми руками вас не получится вытягивать шерсть и новый слой новый прямоугольничек в одну сторону волокна укладываем горизонтально и потом в другую сторону вертикально чтобы у нас на шерсть сваливалась равномерно чтоб ее никуда не перекосило вот такой у нас получается прямоугольничек не жалейте здесь довольно таки толстые должны быть слои чтобы их было видно потом снова немножко смачиваем и через пленочку промачиваем весь этот слой чтобы все все шерстинки у нас промокли и слой становится таким довольно таки плоским и нашу колбаску снова заворачиваем завернули немножко видите лишнюю влагу убираю полотенцем и немножко так начинаю вот подкручивать подваливать на этой моей и кейской под подложки это и кейского и киевская пленка для ящиков так подкручиваю и еще остался у меня слой но этих слоев тоже может быть бесконечное множество поэтому это мастер-класс где я показываю технику вы уже можете сделать самостоятельно такие шедевры которые мне даже не снились вот у меня еще слой сиреневый будет ну конечно я взяла цвета которые по моему мнению более-менее сочетаются друг с другом но здесь можно отходить от каких-то правил совершенно далеко то что там попадается вкрапление другого цвета какой-то это все тоже имеет значение еще я решила положить сверху вискозы такой сиреневый вискоза она дает блеск и и между рядами вот так вот я прокладываю слишком толстый слой вискозы не стоит делать потому что он может потом выпадать вискоза тоже должна приваляться у нас ну вот опять то же самое мы делаем промачиваем вискозу обязательно надо сверху полить иначе она к пленке может прилепиться но заворачиваю колбаску для моих подписчиков это новые какие-то темы сейчас у меня пошли валяне там на фетре мы рисовали но я думаю что для разнообразия тоже неплохо потому что шерстяная акварель прекрасно но шерстью можно делать еще и другие чудеса не менее удивительные и невероятные я хочу поделиться просто этим с вами вот у меня следующий слой получился такой темно-фиолетовый все то же самое я делаю раскладка это называется ортогональная она просто делается первое слово вертикально второе горизонтально или наоборот еще существуют другие способы раскладки если у нас будут с вами еще мастер-класс то я вам покажу про валяние когда нужен там наискозок выкладывать шерсть и для чего это делается сейчас пока у нас задач такой нет поэтому самый простой и небрежный способ потому что здесь я не слежу особенно за равномерностью толщины здесь просто я накидываю большой толстый такой слой шерсти вот и вискоза зелененькая я подумал что будет неплохо если будет зеленый такое обрамление ну такой цвет изумрудный у меня но потом я подумал что обрамление должно быть снаружи надо было сначала выкладывать вискозу а сверху шерсть но вот у меня получилось так но ничего страшного потому что этот блинчик из шерсти мокрый он уже имеет некую целостность и мы можем взять его и перевернуть вот так вот чтобы вискоза оказалась снаружи я его переворачиваю и заматываю нашу колбаску вот это у меня последний слой теперь я заворачиваю колбаску в пленку и начинаю ее уже вот так вот убираю лишнюю влагу и начинаю ее потихонечку знаете как вот сначала я мягкими движениями просто кручу но постепенно я чувствую руками что становится колбаска плотнее и я усилие прилагать начинаю я постепенно эти усилия увеличиваю то есть если в я ее катаю потихонечку чтобы она у меня вся равномерно схватилась то потом я ее сильнее начинаю нажимать и периодически я ее вытаскиваю чтобы убрать лишнюю воду и чтобы промять немного пальцами прям до середины сейчас она эта колбасочка еще мягкая и мне нужно чтобы внутренние слои тоже все свалялись поэтому я ее вытаскиваю периодически и мучаю вот так то есть я ее внутри стараюсь уплотнить и с каждым новым обертыванием я делаю сильнее сильнее нажим руками и так я делаю очень долго ну как сказать минут 15 точно потому что надо чтобы колбаска стала твердым потом я высушила на батареи вот теперь самое интересное мы отрезаем девочки чем получится видите у меня нож какой-то не очень вот если бы он был острый но к сожалению нет я еще попробовала потом взяла и попробовала другим ножом но тоже ничего не вышло и в итоге я взяла просто ножницами но ножницами ведь и вот тоже не очень как а ножницы такие большие они достаточно у меня портновские они острые должны быть и вот они у меня лучше всего отрезали но я думаю что если нож вот этот канцелярский был бы острее поновее то все получилось бы поэтому я досочку взяла но в итоге вы все равно увидите вот я отрезаю ножницами где-то толщиной один сантиметр меньше не стоит потому что они могут тут тоже развалиться такие колечки вот такие детали будущего украшения у нас получаются теперь представьте себе сколько можно сделать разнообразие добавив туда другие еще цвета разные а я на свой вкус и цвет как говорится сделала вот такую вот красоту и много-много деталей теперь получается из которых можно потом собрать ожерелье браслет любое украшение если и если эти детали совместить еще с какими-то красивыми бусинками если между ними пропустить красивую какую-то нить в общем такой творческий процесс и очень приятный как вам понравилось это идея это уже будет авторское украшение который в магазин и художественных салонов стоит безумных денег теперь вы знаете как это сделать хвостики не знаю может быть для чего-то еще пригодятся видите как много получилось этих срезов они такие все немного разные и все уникальные и теперь нам нужно взять какую-то нитку красивую или леску специальную для бижутерии если браслет делаете то лучше взять такую растягивающуюся леску или резинку которая растягивается специально продается а я решил добавить вот такие деревянные бусинки для начала и вот такой маленький замочек тоже продается которому мы просто привяжем концы нитки и получится у нас и ожерелье вот берем толстенькую иголку такую штопольную но не слишком толстый и чтоб кончик у нее был довольно таки острый тоже бывают такие иглы с тупыми концами у вас этим не получится а вот с острым концом и большим ушком чтобы вдеть в моем случае вот такую вот красивую люрекс ную нитку и потом этой иголкой с нитками просто прокалываем смотрите как верхней трети прокалываем деталь ну конечно все запуталась но дело не в этом сейчас не об этом вот потом мы берем бусинку и следующую деталь это ну самый простой как бы вариант видите какая на срезе эта красота вот такую я еще сделала как вариант пишите что у вас получилось всем пока